Кого-то поприветствуйте рядом, благословите кого-то и дайте аппетитменты, группе прославления, спасибо вам. И давайте будем присаживаться. У нас сегодня служение помазания, у нас сегодня первое воскресенье августа. И, надеюсь, последнее воскресенье в обрезанном составе церкви. Кто из вас еще поедет в отпуск? Вы еще едете в отпуск. В лагерь едете, но это через неделю, а так просто. Давайте быстрее уже куда-то съездите и давайте в обойму будем работать. Вы соскучились по жене пастора? Смотрите, какая она красивая у меня сегодня. Ну встань, ну встань, ну туда повернись, ну что ты? Какая у меня красивая жена. Ой. Я бы вам сказал, вам такую желаю, но она такая одна. Пастор Олег, все хорошо, да? Молодец, проповедовал и быстро сбежал в Молдавию. Вы его тут достали, что ли, я не понял. Хорошо. Я хочу сразу, наверное, приступить к делу. Вы любите Божье слово? Не разлюбили? Ну вряд ли вы с пастором Олегом бы его разлюбили. По 40 пунктов каждое воскресенье или как он? Да, он учитель, он у нас молодец, аминь. Он тут вам пообещал, что у него жена будет, да? Или нет? Он потом жалел после того, что он это сказал. Но мы его с вами поймали на слове, аминь. При свидетелях. Два или три, а тут 300, 200, 500, короче, не знаю сколько. Хорошо. Я хочу сегодня говорить на тему, которая называется психологическим названием. Его бы так психологи, наверное, назвали. Но я не психолог и не собираюсь им быть. Я пастор. Я проповедник Божьего слова. Поэтому я в сотни раз выше психологов. Простите, психологи. Вот, но тут как бы не попрешь. Но психологи тоже крутые люди очень вообще. Просто. Путь к правильной самооценке. Я хочу сегодня говорить на тему путь к правильной самооценке. Библия говорит о самооценке. И я думаю, что мы не должны молчать о таком печальном, к сожалению, в большинстве своем явлении как низкая самооценка в нашем обществе. Вы знаете, когда мы сейчас были в отпуске, мы были во Вьетнаме, и там такой, знаете, 74 год, 76, наверное, год Советского Союза. И люди рабы, люди, так сказать, люди воспринимают себя просто как часть какой-то системы. Вот. И это очень знакомо людям, которые были рождены в СССР, да? Вот. И, ну, как-то мы уже более-менее отвыкли от этого. И самооценка людей просто, просто, она отсутствует практически. Оценка, самооценка, оценка себя, оценка человеческой судьбы, оценка человеческой жизни. Вы знаете, это большая проблема. Мы с вами говорим о том, уже три месяца, по-моему, да, мы говорим о том, как построить взаимоотношения с людьми. Потому что Бог хочет, чтобы у нас были хорошие, правильные взаимоотношения с людьми. Потому что это и есть одно из самых больших благословений, когда у тебя есть хорошее отношение в своей семье. Это здорово или нет? Когда у тебя счастливая семья. Это классно. Бог хочет, чтобы у нас были действительно хорошие взаимоотношения с теми людьми вообще, с которыми мы где-либо сталкиваемся. Мы должны быть в благословении. Одно из главных благословений Авраама, я слышал, вот у вас главная тема, было все два воскресенья, является, когда Бог к нему пришел, Он сказал ему, и будешь ты в благословении. То есть это значит, ты будешь благословением для других людей. Ты будешь радостью для других людей. Другие люди будут говорить, супер, здорово, что мы знаем его. Как нам повезло, что мы столкнулись с Авраамом в жизни. Это честь верующего человека. Вы смотрите, каждый человек, который сталкивается с тобой, он должен рад, радоваться от того, что он с тобой столкнулся. Не всегда пока так получается, да? Но мы будем лучше. А? Мы говорили с вами о том, что залог правильных отношений, это что? Кто помнит? Ой, ты молодец, один человек помнит. Это жертва. Жертвенность, жертва. Если человек не способен, не умеет, не понимает суть жертвы, он не может, не способен построить настоящее отношение, настоящее взаимоотношение, которое можно назвать счастливыми. И вы знаете, я сегодня буду говорить обратную медаль, обратную сторону медали. Мы говорили о том, что если ты хочешь быть хорошим мужем, ты должен принять решение жертвовать. И вы знаете, когда-то на одном семейном семинаре, который я когда-то проводил, было несколько десятков супружеских пар, и мы собрались. И я начал говорить им о жертвенности, о том, как построить правильные отношения. И я говорил им около полутора часа. И они все говорили, да, мы понимаем, что такое жертва, да, мы согласны с тобой. Здорово, пастор, супер, отличное слово. Но потом я понял, что нет какого-то щелчка. Они, до них как-то не дошло то, о чем я говорю. И я говорю, что мы должны жертвовать долго там все, а не да, долго, долго. И потом один муж, муж одной жены сказал, он говорит, пастор, у меня вопрос, да, а если вот я жертвую, 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 а это результатов не приносит. И тут я понял, в чем беда. Я говорю, не, дорогой, подожди. Вы, наверное, меня вообще не поняли. Жертвовать нужно недолго. Жертвовать нужно всегда. Мы не должны жертвовать собой, строить жертвенные отношения для того, чтобы кого-то изменить. Иначе это не жертва. Понимаете, о чем я говорю? Например, Бог говорит, возьми козла, ну, в смысле, настоящие животные, а не того, которые иногда ходят у нас по улицам. Возьми животное, возьми козла за грех, если ты согрешил, и принеси передо мной. И разрежь, убей, как символ того, что с тобой будет происходить за этот грех. Вы знаете, Бог не сказал, что возьми козла, жертву за грех, принеси его, чтобы изменить мое отношение в отношении греха. Вот если ты большого козла принесешь за грех, я скажу, ну ладно, греши. Нет, друзья, жертва не должна изменить того, ради кого мы жертвуем. Жертва должна менять нас. Ой, я, наверное, на вас сразу напал, да? Вы без прелюдий как-то. Вы готовы сразу воспринимать? Или надо еще, как в Америке, пару анекдотов дать. Готовы, да? Хорошо. Поэтому, друзья, жертвенность – это не просто один из, это единственно верный путь и пункт строительству отношений. Мы должны получать от этого удовольствие. Это должно стать нашей парадигмой. Но я хочу сегодня говорить о другой медали жертвенности. Я хочу поговорить о том, парадокс, но я заметил, что огромное количество людей не способно принимать жертвы. вы не слышите? Вы так думаете, что вы умеете их принимать. Но мы часто не умеем принимать жертвы. гордость несет в себе две стороны медали. Первое, это мы об этом говорили, гордость живет для себя, она не хочет жертвовать ради другого. Но второе, гордость не способна принимать жертву. Я когда-то заметил в себе, я стою на церковной сцене уже 13 или 14 лет, служу прославлений, потом пастор и все остальное. Вы знаете, часто, мне всегда нравилось служить людям. Мне всегда нравилось помогать людям, жертвовать людям, давать людям. Я чувствовал себя здорово, я чувствовал себя круто. Но вы знаете, я заметил однажды, часто, когда я скажу со сцены, ко мне подходит кто-то и просто говорит, слушай, иди сюда. Я говорю, что я хотел тебе сказать, да, ты просто супер вообще. Ну ты, это просто было потрясающе. Ты такой классный. И вы знаете, я хотел под пол провалиться. Я все время, я говорю, слава Богу, слава Богу. А не, не, конечно, все, слава Богу. Но ты молодец. Ну вот видно, что ты старался. Я говорю, я старался, потому что все, слава Богу. И я убегал в туалет, закрывался и сидел. Сейчас Бог меня прибьет за то, что я молодец. Я понял, я не умею принимать жертву. Жертву уст, жертву хвалы. Однажды я помню, я жил всю жизнь, без денег. И тут ко мне кто-то подошел и благословил меня долларом в украинском эквиваленте. Я ходил, наверное, около полугода в таком состоянии, наверное, теперь я должен за него отдать жизнь. За этого человека. Я ходил в страхе, думаю, вдруг он меня теперь попросит чего-то, чего я не могу отдать. Я ходил в чувстве долга за то, что просто кто-то что-то мне подарил. Кто-то понимает, о чем я говорю или нет? Я понимаю, что это всегда лупило по мне, но на самом деле не лупило по мне, лупило по моей убитой, разрушенной самооценке. Но, поздравляю тебя, однажды я осознал одну вещь, что от того, как ты умеешь принимать жертвы, зависит твоя жизнь. Не верите? Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал тебе своего Сына Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Получается, вся твоя жизнь, попадешь ли ты на небо, полностью зависит от того, насколько ты готов принять жертву Божью в лице Его Святого Сына. Мы не можем Богу ничего отдать, кроме, наверное, своей жизни, но Бог дал нам своего Сына. И теперь, друзья, знаете, что происходит на этих улицах этого города? Люди не способны Его принять. Люди не способны принять Иисуса Христа. Почему? Неспособность принять свидетельствует о разрушенной и уничтоженной низкой самооценке. Это плохо, потому что низкая самооценка свидетельствует о том, что мы не готовы принимать от Бога Его оценку нашей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Особенно женщины, но мужики тоже. Мы просто у нас, нас в социализме научили лицо каменное делать, все хорошо, все нормально. Ноги отпали, руки онемели, язык выпал, у меня все хорошо, я справлюсь, партия поможет. Посмотрите, низкая самооценка это не просто то, что вредит тебе в жизни. Низкая самооценка это то, что может лишить тебя всего. Низкая самооценка. Низкая самооценка. Раненая самооценка. Тяжелая самооценка. Что такое низкая самооценка? По словарю Пересвета Вадаля. Низкая самооценка, теперь услышьте меня, пожалуйста. Низкая самооценка – это вера в то, что мои минусы – это и есть я сам. Не слышите меня? Низкая самооценка – это вера в то, что мои минусы – это моя суть. Мой минусы – это я сам. Теперь посмотрите. Вот почему, когда Бог пришел, Он сказал, я забросил грехи твои за хребет свой, и грехов твоих не вспомину более. То есть Он хотел, чтобы когда мы раскаялись и оставили свои проблемы или свои грехи, мы полностью перестали отождествлять себя с ними. Потому что отождествление себя со своими минусами разрушает твое мнение о себе. И это полностью противоречит Богу, а противоречие с Богом является грехом. Вы со мной сегодня или нет? Низкая самооценка – это вера в то, что мой минус – это я и есть. Это я сам. Наверное, у кого-то есть какие? У кого из вас есть минусы? Хорошо, если вы не знаете, у вашего соседа есть минусы или нет? Помашите, пожалуйста, руку. Да, нам нужно было больше рук быть, чем у себя. Конечно же, у каждого из нас есть минусы. У каждого есть минусы. Но послушайте, отчего? Зачем нам отождествлять свои минусы с восприятием своей личности? Если ты понимаешь, что у тебя есть минус, и ты отождествляешь себя с этим минусом, значит, ты не собираешься устранять этот минус. А если ты собираешься, потому что если ты собираешься его устранять, то ты хочешь устранить себя. Вы не поняли меня. То есть, например, у кого из вас есть ленца? Ленец. Ленца. Ленюшка. Лень. У кого есть? Ну, честно. Вот такая, есть у вас желание поспать больше восьми часов в день. Хорошо. Хорошо. Правильные, правильные руки. Эдик, ты махал? Хорошо. Теперь послушайте. Теперь послушайте. Мы можем считать, что я это лентяй. Моя мама, если твоя мама, моя нет, тебе, возможно, говорила. Ну, моя мама не говорила мне никогда этого вопроса, это честно, это правда. Твоя мама, возможно, тебе или папа говорили, ты лентяй. Один пастор, мы недавно общались, ну, давненько уже, и он говорит, у меня проблема. Говорит, я недавно вспомнил одну вещь. Говорит, что? Говорит, меня всегда называли лапоть. Говорит, меня дед называл лапоть. Говорит, мы в нашей семье всегда называли друг друга, вот лапоть. Говорит, дед старый лапоть, отец просто лапоть, я малолетний лапоть. И он говорит, я вырос лаптем. Он говорит, я всегда чувствовал себя лапать. Конечно, говорит, я начал употреблять наркотики в 10 лет. А почему бы и нет? Я же лапать. Понимаете, что я говорю? И он говорит, я просто привык к тому, что я лапать просто, и все. Говорит, без проблем, напишите на мне табличку. Лапать. Нормально. Федя, лапать. Все. Посмотрите, минус, а почему? Потому что он говорит, иногда, говорит, я долго думал. Говорит, я не мог просто выскочкой сказать. Говорит, я на примере, если меня спросили, я должен подумать. Говорит, из-за моей способности думать, меня назвали лаптем. И говорит, у нас семья море лаптевых просто. Способность думать. И он говорит, когда я вырос, он глубочай, это пастор Федор Коновалов есть такой, в Запорожье. И я его слушаю, или когда общаюсь с ним, он очень глубокий человек. Он действительно умеет думать. Но, посмотрите, когда-то на него поставили клеймо лапать. Он перестал общаться с людьми, он нормально не выходил ни с кем на контакт. Почему? Потому что он смирился с тем, что он лапать. Теперь, посмотрите, когда он был ребенком, он был готов принимать. И знаете, что он принял? Что он лапать. Теперь, посмотрите, низкая, убийственная, убитая, уничтоженная самооценка, она блокирует наше принятие от Бога. Почему? Потому что она формирует в нас определенная рода гордость, которая обусловлена ранами. Потому что все, я лапать, я больше не собираюсь принимать ничего. Вы не представляете, со сколькими сотнями людей я общался, и общаюсь до сих пор, и пытаюсь им доказать, что они не лапти. И знаете, что меня больше всего раздражает? Выходя из моего кабинета, она говорит, пастор, спасибо, что вы верите в меня. Такого лаптя. Хочется. Поэтому, друзья, низкая самооценка, уничтоженная самооценка, это вера в свои минусы, как в самого себя. Теперь, посмотрите, мы должны воспринимать себя во Христе Иисусе полноценно. Если Бог говорит о том, кто ты для Него, это должно что-то для тебя значить. Послушайте, как можно выбраться из неправильной самооценки или из низкой самооценки? Только способностью принимать. Способностью принимать от Бога. Научиться способной, развить себе способность принимать. Очень многие женщины разрушили свои семьи из-за своей низкой самооценки. Очень многие мужчины страдают, мужья, из-за низкой самооценки. Ну, многие женщины, вы не позволяете себя любить своим мужьям из-за своей низкой самооценки. Ты подходишь к ней и говоришь, ты самая красивая. Ой, не, я уродка, фу-фу-фу-фу-фу. Ну, откуда это у вас? Ты самая прекрасная. Не-не-не-не-не-не. Мужики, ты что-то сильно вспотел. Ой, я потный, вонючий, все, не общайся со мной больше. Сделали замечание на свою голову. Потом ходит всю жизнь, воняет, пока ему через четыре цеха от него не говорят, а кто это так воняет? И он потом приходит домой и говорит, что ты мне не говоришь, что я воняю, так тебе только скажи. Низкая самооценка. Посмотрите, низкая самооценка, она не способна принимать любовь. Низкая самооценка не способна принимать жертву. Низкая самооценка не способна принимать заботу. Низкая самооценка не способна принимать обличение, поправки. Она не способна, она не дает. Но, друзья, мы должны это исправить. Аминь? Или не аминь? Как это исправить? Мы должны научиться уважать чье-то мнение. Что как избавиться от низкой самооценки? От низкой самооценки можно избавиться исключительно, воспитывая в себе уважение, первое, к мнению Бога о твоей жизни. Или к мудростью людей, которые любят тебя по-настоящему. Мы должны раскрыть свое сердце для того, чтобы поставить в уважение в своем сердце. И как пункт номер один – мнение Бога. Вы знаете, Бог всегда боролся с самооценкой. И всегда принятие Его точки зрения в корень меняло жизнь. Например, Бог приходит к Аврааму. Он еще живет в Уре-Халдейском. Он бездетный предприниматель. Бог приходит к нему и говорит, здравствуй, бездетный предприниматель. Вы знаете, это все равно, что жена ему сказала, что ты воняешь. А, нет, не трогайте меня. Ну, ты скажешь, где так Бог говорил. Он к нему пришел и говорит, Авраам, я хочу прекратить твою бездетность. Ты бездетный. Но я хочу вывести тебя в другую землю, где произведу от тебя великое потомство. То есть то, на основании чего Бог разговаривал с Авраамом, это на основании проблемы его самооценки. Потому что самооценка Авраама страдала от того, что он как мужчина был бездетным. А Сара могла иметь детей, но Авраам нет. И Бог пришел к нему и сразу же начал говорить о его главной проблеме. Ты бездетный, но я решу эту проблему, если ты посчитаешься с тем, что я тебе скажу. Слушайте внимательно. Это значит, что Авраам должен был отказаться от мнения людей и самого себя о своем факте бездетности и бесплодия. И повернуться и поставить во главу менталитета своей жизни мнение Бога о его жизни. Вы понимаете или нет? Это значит, ему нужно было отказаться от своего мнения о себе. Теперь послушайте. Самое страшное проклятие в жизни, это когда у человека самая авторитетная точка зрения, это его собственная точка зрения. Ой, как хочется, чтобы вы меня слышали, а? Еще раз повторяю. Самое страшное в этом обществе, вам скажут по-другому. А если вы еще пересечете границу куда-нибудь на запад, так там вообще скажут, да Боже упаси. Не-не-не, это рабство. Твоя точка зрения, это главное, что есть во вселенной. На этой строится демократия, скажут вам на западе. Тебе захотелось мальчика, значит ты педофил. Благословляем. Тебе захотелось кого-то убить, ну что же сделаешь, а? У тебя мужику мужика захотелось, значит ты гомосексуалист. Приходят и учат детей. Чему учат? Что твоя точка зрения, то, что ты считаешь, это самое главное в жизни. А это, друзья, самое главное в жизни проклятие. Потому что Божья точка зрения является самой главной в жизни точкой зрения. Аллилуйя! И благословен человек, который понимает это. Поэтому, друзья, как поставить свою самооценку на место? Свою самооценку, теперь я дам вам несколько пунктов, у меня немного времени сегодня. Поэтому я дам вам всего несколько пунктов. Как построить свою самооценку? Как создать свою самооценку? Вам нужно первое. Вам нужно воспитать в себе уважение к Божьему Слову. К Божьему мнению. К Божьей точке зрения. Как основополагающие точки зрения в вашей судьбе. Вам нужно воспитать в себе уважение. Нам всем нужно воспитать в себе уважение к Божьему Слову. К Божьей точке зрения. Что это значит, друзья? Это значит, что основанием своей самооценки мы должны ставить не свое мнение, а мнение Бога у нас. Представляете, Бог всегда так делал. Он не только с Авраамом пришел по обесплодию говорить. Он к Моисею пришел. Что он ему сказал? Я хочу вывезти мой народ из Египта. Правильно? Но вы знаете, что он ему самое страшное сказал? Вы никогда не задумывались? Он ему сказал, послужай. Моисей, наверное, думал, ну сейчас, наверное, ты выведешь народ сюда ко мне в пустыню, а я его дальше поведу. Он говорит, нет, ты должен вернуться в место, где ты подлежал большому позору. Не, 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 от этого страдает моя самооценка. Даже не напоминай мне о том, что происходило в Египте. Даже не напоминай мне о том, что он существует. Он говорит, нет. Моисей, я хочу, чтобы ты повернулся и вернулся в Египет. И пришел туда и восторжествовал там моей победой. Я хочу явить через тебя силу. Показать 10 казней египетских. Я хочу, чтобы ты туда вернулся. А что мне сказать? Да просто приди и скажи, что ты сейчас всех выведешь, ты сейчас всех победишь. Ты нормальный бог? Меня оттуда выгнали. Я оттуда в бегах. Я там в розыске до сих пор. У меня там самая плохая репутация. Я до сих пор живу в пустыне, потому что мне стыдно за то, что произошло в Египте. Вы смотрите, о чем я говорю. Но Бог говорит, нет, дорогой. Я хочу, чтобы ты прислужился к тому, что я считаю. Потому что я воспринимаю тебя не как убийцу, как тебя считают в Египте. Я воспринимаю тебя как великого вождя, великого народа, через которого я сделаю то, о чем будут говорить люди во все века и во все времена. А? И этот Моисей, он как дурак пришел и говорит, я ваш вождь. Даже евреи рассмеялись. Заика, перепуганный, убитая самооценка. Как? Какой вождь? Он достает этот посох из своей пазухи, бросает его, посох превращается в змея. И все египтяне начинают, простите за это выражение, ржать. Потому что такие игрушки у них на каждом углу продаются. А не каждый достали по палочке, бросили, все в змея превратились. Он говорит, ну все, это игрушки, мы игрались еще 30 лет назад. Он почувствовал себя допотопным парнем. Но посмотрите, не важно, что он чувствовал. Не важно причины его низкой самооценки. Важно мнение Бога о его жизни. Вы слышите, что я говорю? Поэтому, друзья, первое, мы должны научиться уважать то, что говорит Бог. Вы знаете, недавно поймал себя на одной мысли. Ну, у пастора тоже есть минусы, наверное. И один мой приятель купил очень крутую машину. А у нас есть еще один приятель, ну еще один пастор, который, ну скажем мягко, он не умеет радоваться с радующимися. Понятно, да, это? Ну, то есть, тяжело ему улыбнуться от того, что у тебя что-то лучше, чем у него. Но у каждого из нас есть свой минус. И вы знаете, когда этот один мой друг купил очень крутую машину, первое, что я еду за рулем, думаю, надо ему позвонить и сказать, ой, я прям текст помню, слушай, интересно мне, как на это приобретение посмотрит вот этот вот завистливый мужик. Га-га-га-га-га-га, какой он завистливый, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Но я еду дальше, и что-то внутри меня, и кто-то, наверное, не что-то, говорит, фу, как противно ты хочешь поступить. Это тот же тоже твой друг, да, у него есть минус, но нельзя, это лицемерие, так нельзя поступать. Ну, да, этот друг никому не расскажет, что мы посмеялись над этим другом, да и я никому не скажу. Просто покайфуем от того, что обсмеем недостатки своего друга, а потом будем с этим другом улыбаться, ходить. Но это же лицемерие, а? Это же лицемерие. И я еду, я думаю, да нет, не буду я звонить. Ну, ладно, просто позвоню, думаю, просто поболтаю. Расспрошу у него, какая машина. И только набираю телефон, думаю, ну, я же себя знаю. Я же обязательно скажу про того друга и спрошу про его реакцию, как он, бедный, ну, радовался с радующимся. И я решил, я не буду звонить. Я вообще не буду звонить. И еду, и у меня, знаете, ну, я просто, хоть останавливаюсь, а подышать, я не знаю, ну, фу, ну так хочется позвонить. Ведь есть такой предлог посмеяться над другим. Я думаю, нет, все, фу. Прошло около пяти минут, я пришел в себя, я еду дальше, я думаю, фу, как низко я хотел поступить. И какой, фу, я молодец, что я не сделал этого, потому что я не лицемер. Теперь посмотрите, к чему я исповедуюсь вам сегодня так принародно. Да потому что слово Божье должно быть авторитетом выше наших желаний. Мне хочется позвонить и обмыть кости кому-то, но я не позволю себе этого, потому что слово Божье считает, что я во Христе Иисусе не лицемер, а, видите ли, порядочный человек. И порядочный я не на людях, порядочный я в своей тайной жизни. Потому что так смотрит на меня слово Божье. И вы знаете, этот конфликт, мы с ним будем встречаться каждый день. Чего конфликт? Моего желания и слова Божьего. Ну а теперь посмотрите, мы должны научиться уважать Божье мнение о себе. Аллилуйя. Мы должны научиться уважать. Помните, когда апостол Павел пришел и говорит, ладно, я прочитаю вам дальше это. Там написано, я, каждое послание он начинает, как? Римлянам, откройте, Римлянам 1.1 или Коринфянам 1.1. Посмотрите, парень начинает, ну не скромно. Здравствуйте, римляне! Пишет вам апостол Павел, не, Павел, призванный апостол Бога Великого, избранный к потрясающему благовестию во всех странах, поставленный Богом, как царственное священство. Нормально поздоровался. Это тебе не то, как ты сегодня, я говорю, благословите кого-то, блядь, блядь в подвалах было. Здравствуй. Приветствую тебя. Я, Оксана, дочь Бога Всевышнего, избранная к благовестию в Строгино. И избранная Богом Всевышнего, который лично презрел на мою судьбу. Так что я вам не что-либо как. Аллилуйя! Наверное, если вы сегодня первый раз, вы думаете, вошь и за. Нет, друзья. Это основание для моей самооценки. А у тебя какое основание? Потому что Ксюха по втором классе тебе сказала, что у тебя крутые косички. И это заложило правильное основание на всю твою жизнь. Нет, друзья. У нас должно быть, Библия говорит, ибо нет другого основания, кроме Христа. Апостол Павел III говорит, я заложил основание Христа. Остальное уже строит, что хочет. Хочет такое строит, хочет такое строит, но основание должен быть Христос Иисус. Христос Иисус. Позвольте, тебя не воспринимал кто-то. Кто-то всю жизнь говорил тебе, что ты никто. Я помню, разговаривал с одной девушкой, она мне как рассказала свою историю. Боже, я думал, у меня инфаркт, хватит. Говорит, ее пытался изнасиловать отец. Изнасиловал. Потом ее изнасиловали в школе. Потом ее изнасиловали какие-то люди на улице. Потом друзья изнасиловали. Потом еще кто-то. Я слушал, думаю, мама миа, как она еще живая до сих пор. И когда я это слушал, я говорю, послушай меня внимательно. Я знаю, что это все беда. Я знаю, что это все плохо. Я знаю, что это все горе. Но это все в прошлом. И мирской человек, он может сказать, ну как это можно сказать, как это все в прошлом? Вот так взять и перечеркнуть всю мою боль. Вот так взять и перечеркнуть всю твою боль. Положить, закатать новый асфальт, заложить новый бетон, залить новое основание, которое есть Слово Божье. Тебе всю жизнь говорили, что ты никакой, а ты Сын Бога. И нормально все у тебя будет. Аллилуйя. Вы знаете, что я говорю? Я не пытаюсь вдохновить вас, просто какой-то оптимизмом вас накачать. Это приказ Бога. Это мнение Бога. И другое отношение к Богу оскорбляет его. Первое. Уважайте мнение Бога о себе. Я не говорю про какую-то шизофрению. Человек сидит, всю жизнь работает и говорит, я миллиардер во имя Иисуса. Это уже вторая шизофрения. Я говорю про реальную веру в Слово Божье, мнение которого является самым главным мнением на земле. Когда я пришел к Богу, я пришел не в самой счастливой семье, наверное, не в самой богатой семье. Ну, в смысле, вообще не в богатой, в смысле, в самой бедной, наверное, семье. И вы знаете, когда я пришел, когда я пришел в церковь, мне сказали, когда я только пришел на порог в церковь, первый раз, меня встретили и сказали, будьте благословенны. Мне не сказали, здорово. И сказали, будьте благословенны. Я говорю, спасибо. Подхожу дальше, будьте благословены. Боже, что мой. ужас какой-то мы были с одним другом, он ха-ха-ха я ха-ха-ха, фу-фу-фу, какие все благословенные фу-фу-фу, но я сел я чувствую, меня как медом помазали меня благословили мне добра пожелали меня на вы мне в одном подвале меня не называли, на вы в меня кто-то такой маленький луч света здесь просел потом я еще думаю, не, я себя больше не приду он говорит, не, фу, тут все говорят, будьте благословенны фу, тут все говорят, у тебя получится, Иисус тебе поможет, фу, фу ха-ха-ха, походили две недельки и такие друг на друга посматриваем может еще раз а это нас не зазомбировали пошли проверим, пошли мы еще раз пришли и опять нас, будьте благословенны я уже, да, ха-ха-ха божья точка зрения должна быть основополагающей в твоей жизни и вы знаете, потом пришел, я пришел к Богу я покаялся, а потом мои старые друзья начали смеяться над тем, что я покаялся, они говорили да нет, ты же крутой хулиган ты помнишь, как ты этому врезал а ты помнишь, сколько ты вчера выпил вообще а это, ты помнишь, как ты этого оскорбил его никто не смел оскорбить а ты оскорбил, и ни за что я думаю, ну да я классный пацан но вот эти лучи, которые я тогда слышал о том, что у Бога есть судьба для меня что у Бога есть будущее для меня что Бог любит меня что я могу быть благословенным, хоть я не знаю значение этого слова я не хотел терять этого я не хотел бежать от этого и я поверил в это и я однажды просто тогда принял решение его мнение будет всегда мнением номер один вот почему, когда мне было 18 лет Бог ко мне пришел и говорит я хочу, чтобы ты ехал, покорял под мои ноги Москву без проблем вообще без проблем если Бог считает, что я могу все остальное ерунда его мнение его мнение никогда не идите против его слова вы скажете потому что это закон его послушайте если его мнение не является основополагающим для вас это все равно, что человек говорит не, я сам себе приказ что это значит? это значит Иваныч говорит слушайте, я электрик поэтому если ты полезешь в этот провод это тут 380 то тебя убьет это скажешь послушай то, что ты сейчас говоришь тебя зазомбировали какими-то законами физики а я сам себе хозяин а я и пошли танцы если ты, конечно, выживешь или человек стоя на 24 этаже говорит ты знаешь да плевал я на ваши законы и гравитации я решил I believe I can fly о, да, спасибо и что? его мнение победило? поэтому, друзья никогда не сомневайтесь в Божьей точке зрения аминь? хорошо поэтому ты не дурак если ты прощаешь обидчика ты не дурак если тебе хочется поржать над своим другом но ты этого не делаешь ты не ненормально если тебе хочется обсосать косточки своей подруги или своих детей на кого-то вызвериться но ты себе этого не позволяешь потому что Бог против послушайте не дурак ты потому что уважение к Божьему Слову второе приносит уважение к себе уважение к Божьему Слову приносит уважение к себе я говорю простые вещи да то почему-то это тяжело исполнять уважение к себе за то кем я становлюсь поступая по Божьему Слову уважение к себе вы знаете то что я почувствовал когда я не позвонил и никого-то там не обсудил я почувствовал что я уважаю себя я уважаю себя за то каким я стал из-за того что я уважаю то что говорит Бог у вас когда-нибудь такое было? что такое низкая самооценка? низкая самооценка это всегда заметно низкая самооценка это неправильное себя восприятие это неправильное отношение к самому себе это отождествление себя со своими минусами Я не говорю, что у вас нет минусов. Я не хочу вас накачать, ты хороший, ты хороший. Ну, у вас есть, конечно, среди вас хорошие. Но теперь позовите внимательно, друзья. Ты должен правильно относиться к себе. Я сегодня поднял, ребят, не просто так. Я говорю, ты прямо завтра поедешь в Китай или нет, если я тебя пошлю? Я поеду. Что это говорит? Это значит, что если ты веришь в это, но ты это не заявил, потому что я сказал, я меры буду принимать, большинство из вас поняли, что я вас пошлю завтра куда-то. Но они говорят, мы готовы. О чем я говорю? О чем этот говорит? Это говорит о том, что, возможно, даже если они сомневаются в чем-то в себе, они верят в то, что если Бог так сказал, значит, у них получится. И они начнут уважать себя за это, и они будут уважать себя за это. Потому что, когда ты ставишь в основание фундамент Божьего Слова, ты меняешься, а ты принимаешь Божью точку зрения, ты ее не отвергаешь, она становится частью тебя. Посмотрите, я не могу воспринять себя какого-то хулигана с сигаретой. Я не могу воспринять себя как какого-то изменника своей жене. Многие мужчины говорят, да я порядочный, а кто сейчас в жену мне изменяет? Я не изменяю. И я никогда себе этого не позволю с милостью и помощью Бога. Никогда. Потому что я не я буду. Я не такой. Я такой, который меня видит Бог. И я не просто это исповедую, я себя превращаю в такого, принимая этот взгляд. Вы смотрите, я принимаю, я отождествляю себя. Я такой. Я такой. Я, как сказал уже апостол Павел, давайте мы прочтем это. Римлянам 1.1. Римлянам 1.1. Римлянам 1.1. Павел, раб Иисуса Христа, скромно, призванный апостол, избранный благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков, своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился. Короче, это приветствие идет, несколько стихов. Он говорит, короче, одним словом он хочет сказать, ребята, все, о чем говорит Ветхий Завет, он говорит о том, что я избран. Повернись своему соседу и скажи, я избран. Я избран Богом. А если кто-то вам не сказал, это признак низкой самооценки. А вдруг он реально подумает, что я избран. Мы тут ржем 3 часа и расходимся. Вот что такое церковь. Нет. Я верю в великое основание Слова Божьего, которое изменило мою судьбу и будет еще менять. И я тебе хочу сказать, я не укомплектован еще. Я еще не... Я еще не совершенство. Потому что я буду меняться до конца своей жизни. Потому что я принимаю его точку зрения на свою жизнь. Аллилуйя! Поэтому второй пункт. Привыкни к себе. Начни уважать в себе то, что Бог говорит о тебе. Начни гордиться этим. Это один из главных секретов, когда я в 15 лет покаялся и не ушел от Бога. Я понял все. Я просто буду этим гордиться. Я помню, все люди поступили в потрясающие вузы, а я в библейскую школу. И когда меня спрашивали, куда ты поступил, я говорю, я поступил в Международный библейский институт. Я не врал. Он действительно так назывался. Спасибо за высокую самооценку моих пастырей. Сегодня он уже называется хуже. Духовная академия. Но я учился в Международном библейском институте. Мне говорили, а кем ты выйдешь? Я говорю, я выйду миссионером международного класса вообще. А кто это? Я говорю, ну это человек, который ездит по всем странам, его встречают на лимузинах, проповедуют на стадионах и все остальное. Меня даже верующие слушали, думаю, ничего себе. А я в это верю. Крав блудница когда-то. Начинается штурм этой ерихонской стены. Начинается штурм Ерихона. Все люди бегут. Или это не Ерихона было? Ерихона, раба блудница? Ерихона, да, она жила там, соглядаты. Все бегут. Говорят, Рааф, беги. Сейчас придут евреи. Ты же проститутка. Ты для них нечистая. Говорят, да, я была проституткой. Пока красную ленточку не повесила. Теперь я бабушка царя Давида родной. Кто это? Ты еще не знаешь, родной. Но я ею стану. Прабабушка, по-моему, прабабабушка, да? Царя Давида. О, Иисуса, да. Ну, понятно, что Иисуса и всех и так далее. Рааф стала бабушкой, проститутка из Ерихона, стала потомственной бабушкой Иисуса Христа в конце. Говорят, ребята, вы бегите. У вас все плохо, я знаю, а я меняю свою жизнь. Божье мнение теперь главное основание. Все. Вы подумайте об этом, подумайте об этом. Моисей убийца, Рааф, блудница, Иеремия, Давид, пацаны из деревни, из полей вообще каких-то. Кто там еще, я не знаю. Абрам бездетный, Едион вообще ненормальный, ну, перепуганный. Павел вообще церковь уничтожал. Помните, как он начинает послание, он говорит, я, бывший гонитель, хулитель, я уничтожал церковь Божью, и он меня помиловал и поставил царственным священством. Посмотрите, ну, для этого точно нужно было только на Бога ориентироваться. Он говорит, некоторые братья, с которых я когда-то убивал, сегодня слышат и боятся, а некоторые благодарят за то, что никогда уничтожавший их сегодня благовествует. Он посчитал это великой честью. Бог дал ему основание. Бог дал ему основание. Третье. Второе. На основании того, что Бог говорит о себе, ты должен уважать себя. И третье. Когда ты начнешь по-настоящему уважать в себе то, что делает с тобой Бог, тебя начнут уважать люди. Тебя начнут уважать люди. Третье. Иногда из-за низкой самооценки люди превращают себя в таких людей, с которыми очень тяжело вести себя просто, ну даже достойно. Потому что они сами воспринимают себя как ничтожество. Или, может быть, если ничтожество, то просто недостойными. Люди определяют свою нишу в обществе и ставят на ней свой крест. Послушайте, люди будут уважать тебя за то, что ты уважаешь Божьи заповеди, которые изменили твою жизнь. Люди будут уважать их. Они никуда не денутся. Вы слышите? Число 13 глава. Число 13 глава. Если вы помните, они подошли под последние там стихи. Пошли 12 сеглядаты. Два нормальных, в смысле два этих, верующих, десять нормальных. Они пришли и вернулись. И все, давай их расспрашивать. И все десять, как сговорившись, они говорят, послушайте, ребята, ладно, там здоровые люди ходят, ладно, там исполины. А когда мы с ними встретились, мы увидели в их глазах, что-что? Мы саранча. Мы кузнечики. Мы в их глазах были просто ничто. И что? Мы поэтому не можем их победить. Но два отчаянных кричали, нет, нас всех убьют, но мы победим. Да, есть риск. Да, девяносто девять к одному. Но мы победим. И знаете, что они сказали? Вы помните, что кричали, халяв Иисус с нами? Если Бог дал нам эту землю, если Бог сказал, что Он нам ее дает, значит, мы можем одолеть их. Помните это или нет? 14 глава, первые два стиха, или три. Он говорит, ну, послушайте, жив Бог, он говорит. Они разодрали на себе одежды. И говорит, если это сказал Бог, да, мы тоже чувствовали себя ничтожеством, да, нам тоже было тяжело, но мы не смотрели на это. Мы уважаем то, что сказал Бог. А Бог сказал, что мы сильны. А если мы сильны, мы заставим уважать себя. Аллилуйя. Порвали они их. Только все, кто испугался из народа, не вошел в землю обиталанную. А эти два вошли. Потому что ты всегда будешь одерживать свою победу в своей жизни, когда ты будешь уважать Слово Божье, считаться с Ним, когда ты будешь уважать себя за то, что Слово Божье исполняешь. И послушай, люди будут уважать это. У меня в офисе, в моем кабинете есть портреты многих людей. И многих из них уже нет в живых. И почти каждого, кого из них нет в живых, никто не уважал при их жизни. Но сегодня, например, Мартин Лютер Кинг, который боролся против расовой дискриминации в Америке. Кто знает это имя? Кто знает это имя? А что балкон не Машингон? Черненькие наши. Это человек, который разрушил рабство, африканское рабство чернокожих людей в Америке. Он разрушил это. Но, посмотрите, мало кто его воспринимал на тот момент. Сегодня про него и про его подвиг снимают просто уже, я не знаю, сотни бестселлеров. И так многие, и так многие. Послушай, люди все равно будут уважать то, что ты воспитал в себе. люди будут уважать это. Аминь. Притчи 23.7. Если я не ошибаюсь. Там написано, послушай, каковы мысли в голове его, или как? Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. Каковы у тебя мысли о себе, таков и ты. Что такое низкая самооценка? Низкая самооценка это правда. Иоанна 8.44 написано «Дьявол лжец и отец лжи». Что такое отец лжи? Мне нравится это. Я тоже таким был. Он придумывал что-то. Он выдумщик. Я любил что-то придумывать, когда был неверующим. И бросать это как какую-то такую рождать, да. Рождать сплетню, рождать ложь. И потом на другом стороне уже у города узнаешь такое из своей сплетни. Теперь послушайте. Дьявол отец лжи. Он придумал кто ты. Он придумал когда-то про пастора Федора, что он лапоть. Он стал наркоманом в свое время. Он стал ничтожеством, потому что он лапоть. Низкая самооценка. Но когда он пришел к Богу, ему сказали другое. Ты избранный Богом, к Божьему благовестию. И сегодня это уважаемый человек в своем городе. Сегодня каждый коррупционер и каждый бандит и торговец наркотиком в Запорожье знает это имя. Они не боятся милиции, они боятся его, потому что его не купишь, потому что он далеко не лапоть. У них по телевидению, по их местному показывают рейды ОМОНа, которые он посылает для того, чтобы предотвращать тонны перевозки наркотиков по всей Украине. Этот человек, от которого зависят судьбы, во многом бывший лапоть. Ты не лапоть. Ты слышишь, живи на основании того, что сказал Бог. Уважай это в себе и все остальные будут уважать это в тебе. Давайте поднимемся. Аллилуйя! Вы услышали, о чем я сегодня говорил? Вот почему, друзья, у нас должно быть правильное отношение к себе, правильное восприятие. Скажи своему соседу, ты очень ценный. ты очень ценный в глазах Бога. Кураторы, идите сюда. Скажи кому-то, ты очень ценный. А теперь соседу скажи, ты весьма ценный в глазах Господа. Ты можешь смотреть сейчас на то, что тебе говорят и сказать, ну да, ну да, а мне говорили, что я недостойная, а меня муж бросил, а еще что-то, а не важно, Бог дает тебе новое основание. Кто-то слышит, что я говорю? Я говорю, Бог дает тебе новое основание. А есть у нас музыканты, нету? Кто-то всех с жарой. Мы сейчас будем принимать причастие, но перед этим я хочу, чтобы мы молились. Я хочу, чтобы мы молились и мы благодарили Господа. Галатам 1, глава 13 стих, если можно, откройте нам на экран. Галатам 1, глава 13 стих. Я хочу прочесть это. Смотрите, реакция апостола Павла. Вот такой должна быть у нас реакция на то, что Бог говорит о нас. Посмотрите, мы не должны бояться принимать, принимать то, что Бог говорит о нас. Принимать то, что люди, которые любят или ведут нас, говорят о нас. Мы не должны бояться становиться лучше. Мы не должны бояться меняться. Нет ничего хуже, чем остаться таким, каким я есть сегодня. Библия говорит, если ты не собираешь, ты расточаешь. Если ты не собираешь, ты расточаешь. Если ты сегодня не развиваешься, значит, ты сегодня же деградируешь. У нас нет оснований для низкой самооценки У нас нет оснований не позволять любить себя У нас нет оснований не верить тем, кто любит нас У нас нет оснований для того, чтобы отрицать, отвергать, не принимать Ту заботу, которой Он хочет окружить нас Он любит нас Он любит нас Послушай, неважно, в каком состоянии ты пришел к Богу, или, может, ты к Нему еще не пришел. Библия говорит, что у Него есть великий план на твою судьбу. Библия говорит, что у Бога есть сценарий, который Он написал перед тем, когда дал тебе жизнь. И это великий сценарий, это всегда большая судьба. Его сценарий всегда писался большими буквами. Его сценарий всегда подписан Его кровью. Поэтому Он работает. Он работает. Мы должны гордиться тем, что Бог говорит о нас. Мы должны принимать это, исполняя это, используя это. Вы слышите, используя это. Нельзя останавливаться просто на том, что вот, ну да, слава Богу, я теперь верующий. Нет. Нельзя останавливаться на том, что до сих пор. Посмотрите, как иногда меня жаль людей. Они ходят, 20-й год в вере, и они ходят, я счастливая во имя Иисуса. Ты к ней подходишь. Давай будем служить Господу. Уйди, уйди, уйди. Я счастливая во имя Иисуса. Они не позволяют людям говорить с ними. Они не позволяют Богу закладывать что-то в них. Раны кричат. Каждый раз и каждый день у нас будет борьба, как поступить, как себя воспринимать, как жить. Давайте будем уважать то, что Бог сказал о нас. А? Посмотри на свою жизнь. Что Бог думает о ней. Даже если ты человек, который первый раз здесь вообще, ты думаешь, что я вообще сектант самой страшной в жизни и все остальное, не важно. Просто задумайся на секунду, что Бог думает о твоей жизни. Нет, ты думаешь о себе, ладно. Я красавчик. У себя, не знаю, в Ашане я буду лучшим мерчендайзером. Я не знаю, что ты о себе думаешь. Что Бог думает о твоей жизни. Если ты начнешь считаться с этим, ты будешь уважать, станешь уважать то, что Бог сделал внутри тебя. Здесь стоят, может быть, в большинстве своем еще потенциально великие отцы. Отцы великих детей. Потрясающие матери. Матери, которые когда-то в детстве поверили, что они никто. Но сегодня они великие дочери Божьи, которые воспитают потрясающих дочерей и сыновей. Сегодня здесь стоят избранные Божьи, служители Божьи. Вы верите в это? Что Бог думает о тебе? Что Бог думает о тебе? Пока я был в отпуске, я читал одну книгу. Я написал один Божий апостол нашего времени. Ну, уже можно сказать, он ушел к Богу пару лет назад. Иван Федотов. Это епископ пессионических церквей. Человек, 18 лет отсидевший за Христа при коммунизме. Он писал вещи. К нему приходили адвокаты и говорили, пиши отказ от нас. Мы все равно не будем защищать тебя. Потому что мы лишимся всего. Я вам вставал и говорю, у меня есть адвокат на небесах. И если он решит, что мне нужно сидеть без проблем, а если он хочет меня оправдать, шиш, вы чего добьетесь? Он описал отказы. Над ним делали показательные суды. На одном суде присутствовало 2000 человек, пионеров, чтобы показывать, что такое враги народа. И он стоял, и ему говорили на суде, что ты скажешь? Говорю, я избранный Богом к благовестию Христову. Стоял перед двумя тысячами человеком и знал, что если он сейчас просто скажет, вы знаете, ну бес попутал, его освободят. Но если он не сдастся, его посадят минимум на 10 лет. И он вставал и говорил, Бог избрал меня к благовестию. И если он хочет, чтобы я, его сын, благовествовал даже в тюрьме без проблем. Ему было 30 лет, как я сейчас. Я читал эти сроки, я думал, Бог, Боже мой, кому-то 30 рублей не додали. И у тебя паника и истерика, что ты сейчас в бомжа превратишься. Или еще что-то, я не знаю, ну я не знаю, какие ситуации придумать. И уже паника. Тебе соседка сказала, что ты, наверное, сектантка? Говорит, против него вызвали свидетелей, чтобы доказали, что он жуткий сектант. И вышла одна женщина, она говорит, да, я была в этой церкви, она говорит, а потом ушла. Ну, говорит, да, громко они орут, конечно, не подошла мне. И судья ищет компромат и говорит, а чего вы туда вообще пришли? Она говорит, у меня была лейкемия, я умирала от белокровия, рака, крови. Они говорят, а чего вы, ну, а чего вы сейчас живые? Она говорит, ну Иисус меня исцелил. Я просто мир полюбила и ушла. Она говорит, ладно, идите отцу. Не могли найти человека, который может сказать что-то плохое. Они говорят, что вы против него скажете? Она говорит, против него. Но я говорю, вы хотите, чтобы у меня прямо сейчас язык отцов? Это священник Бога живого. Он говорит, я принял решение. Я тот, кто Бог сказал, кто я. Он говорит, меня везут на суд, а я сплю. И мне снится, что гусь большой в меня летит и говорит, гу-гу-гу, и пытается меня сбить, но падает перед моими ногами. Нашли женщину, которая должна была клеветать на него. И когда она вышла свидетельствовать, она сошла с ума в один момент. И она упала перед его ногами и кричала, гу-гу-гу. Ее сразу выбили. Он говорит, Бог являлся везде. Бог будет являться везде, где ты веришь и поступаешь на основании того, во что ты веришь. Ты дома, ты в машине, ты в туалете, я не знаю. Кто ты? Если ты поступаешь на основании того, что ты уважаешь мнение Бога, со временем ты будешь поступать так, потому что ты уже уважаешь просто себя, как поступающего на основании того, что говорит Бог. Ибо, слушай, люди увидят то, во что ты веришь. Мне нравятся слова, которые он пишет в конце каждой главы. Он говорит, вы знаете, коммунизма нет, а я есть. Он говорит, клеветников нет, а я есть. Он говорит, Тор Ильич, что я ненормальный, сейчас ненормальный, а я проповедую. И буду проповедовать, пока дышу. Гордость мое сердце наполняет. И все люди, он говорит, адвокат, который стоял рядом со мной, написал про меня книгу, когда развалился Советский Союз. И он сказал, это доблесть веры. Неверующий адвокат. Люди будут уважать то, во что ты веришь. Люди будут уважать то, в чем ты убежден. Я был маленьким, когда покаялся. И мне подходили и говорили, ты теперь даже не куришь. Я думал, Боже, какой граничный. А сейчас те, кто из них остался в живых, они говорят, слушай. Шляпу снимаю. Ну, вы знаете, мне хотелось курить. Я не курил только потому, что я уважал мнение Бога. А сегодня я уважаю себя, как человека, который борется с этим в жизни других людей. Аллилуйя! Давайте мы поблагодарим Бога. Мы будем молиться за это, ты счастлив. Господь, мы благодарим Тебя. Боже, мы любим Тебя. Я благодарю Тебя за эту чашу. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты пролез. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...